Все говорят, будь независимым, но от нас многое зависит. Все говорят, не бойся рисковать, а мы за надёжность. Все говорят, будь модным, но это не обязательно. Все говорят, развлекайся, а мы много работаем. Будь сам по себе, а мы верим в партнёрство. Потому что мы Газпромбанк. Здравствуйте. На канале ТЭК-ТВ мы много говорили об инвестиционных проектов. У большинства проектов есть печальные свойства. Рост затрат, причём значительный. Стоимость проекта обычно отличается от первоначально заявленной. Касается это разных проектов, от космодрома Восточный до трубопроводов и проектов в сфере нефти и газопереработки. Как же обеспечить финансовую дисциплину в ходе реализации проектов? Как избежать потерь и целевого использования средств? Есть для этого механизм. Цель нашей сегодняшней встречи рассказать зрителям об использовании банковского инструмента в ТЭК. Снять вопросы, непонимания, которые неизбежно возникают в процессе ознакомления с новым банковским продуктом. У нас в гостях исполнительный вице-президент, начальник департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников. Олег Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Васильевич, первый вопрос. Каким образом банковское сопровождение может помочь в решении задач, стоящих перед предприятиями ТЭК? В чем преимущество реализации проектов с использованием данного инструмента? Традиционные методы работы предприятий ТЭК достигли сегодня пика своей производительности, а новые проекты требуют свежих решений и существенного изменения процесса работы. Уже сегодня внедряются новые новейшие технологии и цифровые решения, которые позволяют быстро, качественно, экономически эффективно запускать новые проекты и улучшать работу уже имеющихся у компаний и активов, например, через работу с большими объемами данных. В целях стимулирования, разработки и перехода на отечественные передовые технологии в топливно-энергическом комплексе в последнее время был принят ряд дорожных карт. В нефтегазовой отрасли по освоению нефтяных месторождений и увеличению объема добычи нефти, по локализации производства оборудования для средних и крупно-тоннажных СПГ предприятий, по развитию нефтегазохивий, в электроэнергетической отрасли, по переходу субъектов электроэнергетики на приобретение отечественной электронной компонентной базы и программного обеспечения по развитию газотурбостроения, по производству кабельной продукции и материалов, энергетическому машиностроению, альтернативной и возобновляемой электроэнергетики, малой и распределенной генерации. Все это, а также проекты, которые сегодня реализуются предприятиями топливно-энергетического комплекса, требуют очень большого объема финансирования, а также механизмов государственной поддержки. И здесь огромное значение имеет целевое использование средств и с помощью современных цифровых банковских технологий. Одной из таких технологий является банковское сопровождение контрактов. Банк сопровождения контрактов – это механизм контроля за целевым использованием средств, выделенных или государственным заказчиком, или корпоративным клиентом банка на тот или иной государственный контракт или инвестиционный проект. Заключается банк сопровождения в контроле за целевым использованием средств через систему отдельных счетов, открытых в банке по конкретному проекту или контракту. Цели, которые достигаются банковским сопровождением, это как раз управление бюджетом проекта, управление производственной цепочкой проекта и кооперацией, оптимизация ценообразования и в целом управление проектом с помощью аналитических цифровых инструментов, которые дает банк, осуществляющий банковское сопровождение. Расскажите, пожалуйста, об особенностях банковского сопровождения контрактов в сфере ТЭК, которые вы могли бы отметить. Если говорить о нашем опыте в топливно-энергетическом комплексе, то он сегодня значительный. Мы сильно продвинулись в внедрении банковского сопровождения контрактов группы «Газпром». Руководство финансового блока компании системно подошло к вопросу внедрения банковского сопровождения, разработав внутренние нормативные документы по данному сопровождению, создав собственные уникальные IT-решения. Для нас это удивительный опыт. По сути, нас взяли в команду, которая строит принципиально новый инвестиционный процесс в крупной мировой энергетическом компании. Но это лишь часть, хотя и значительная наша работа с топливно-энергетическим комплексом. У нас есть проекты с Роснефтью, с Новотеком, с компаниями из электроэнергетического сектора. И каждый из этих проектов уникален и имеет свою изюминку с точки зрения банковского сопровождения. Вообще, заказчик из топливно-энергетического комплекса наиболее продвинутый и требовательный. Это обусловлено в том числе самой средой и внешней средой. И сама специфика бизнеса подталкивает поиску современных решений, технологий, позволяющих управлять проектом, повышая его эффективность. Интересно, какой была реакция основных игроков рынка в сфере ТЭК, подрядчиков и поставщиков на внедрение банковского сопровождения? Сначала негативное, как на все новое и не очень понятное. Но по мере того, как участники рынка погружались в услугу, знакомились с нашими сервисами и технологиями, их отношение менялось. И сегодня они уже не боятся банковского сопровождения. Ведь для компаний, исполнителей, участвующих в банковском сопровождении, это тоже выгодно. На генерального подрядчика, выигравшего тендер, ложится большая ответственность. В том числе большой объем работ по поиску и привлечению субподрядчиков. Причем эта ответственность очень большая. Это ответственность за сроки, за бюджет, за качество выполнения работы, за привлечение третьих лиц. Все риски лежат на генеральном подрядчике, а с помощью банковского сопровождения он может обезопасить себя, контролируя выполнение работ, контролируя платежи по всем направлениям, контролируя денежные потоки, ценообразование. Популярностью пользуются контракты на банк сопровождения материально-технических ресурсов внутри проекта, на реконструкцию техперевооружения, на плановый капитальный ремонт и концессионные проекты. Сегодня мы видим, что основные участники рынка, основные субподрядчики, работающие в топливно-энергетическом комплексе, не боятся банковского сопровождения, а наоборот, пользуются этой услугой сами для того, чтобы контролировать свою цепочку кооперации, управлять реализацией проекта, который они реализуют. Много говорится об эффективности банковского сопровождения. Приведите, пожалуйста, несколько цифр, которые демонстрируют результаты банковского сопровождения в конкретных проектах. Нас часто об этом спрашивают, говорят, приведите цифры, в чем эффективность, как можно потрогать результаты банковского сопровождения. Я приведу несколько примеров. Первый пример, наверное, из банковского сопровождения поставок материально-технических ресурсов одного крупного всем известного колдинга, как раз из топливно-энергетического комплекса. Мы занимаемся банковским сопровождением поставок МТР. Мы и клиент, используя наш инструмент, контролируют уровень наценки внутри договоров поставки в каждой позиции, в номенклатуре поставки. И мы видим, что средняя наценка поставщика снизилась с 38% в 2017 году до 15% в 2019. И это вот тот эффект, который наш заказчик реально добился, пользуясь нашим инструментом, видя, кто сколько зарабатывает в цепочке поставки по номенклатуре и управляя этой наценкой для того, чтобы повысить свою эффективность через формирование начальной максимальной цены закупки, через договорную конструкцию и управление наценкой тех, кто поставляет материально-технические ресурсы. Второй пример, тоже показательный. Это из области государственных контрактов. Государственный заказчик, пользуясь банковским сопровождением, смог снизить объемы авансирования с 80% в 2017 году до 30% в 2019. Это стало возможным благодаря переходу под модель финансирования под потребность, видя, кто как тратит авансы по государственным контрактам в цепочке кооперации, опять же, видя, используя наши инструменты банковского сопровождения. Ну и третий пример, это, наверное, уже наша эффективность. Мы отказываем в проведении операций, если они не соответствуют целям и тем параметрам, которые установил для банковского сопровождения конкретного контракта заказчик услуги. И в среднем, по статистике, примерно 15% платежных поручений не проходит наш банковский контроль. Из них половина потом не возвращается в банк, что тоже говорит об эффективности инструмента. Какие шаги предпринимает «Газпромбанк» для того, чтобы банковское сопровождение стало привлекательным не только для заказчиков услуг, но и для поставщиков-подрядчиков? Сегодня главные тенденции рынка банковского сопровождения – это клиентоориентированность, гибкость и технологичность. И, в частности, у нас очень сильная IT-составляющая. Есть ряд уникальных сервисов, которых нет у других банков и которые сегодня определяют технологичность самой услуги. У нас есть и ряд нефинансовых сервисов внутри инструмента, в том числе формирующие за счет большого массива накопленных данных. Это и система электронного документа оборота между всеми участниками банковского сопровождения, и современная интерактивная система отчетности о результатах банковского сопровождения, которая позволяет в режиме реального времени заказчику услуги отследить, куда пошел каждый рубль инвестиций в конкретный проект. Это и наша автоматизированная система контроля проведения расчетов участников проекта и собственная платформа по проверке контрагентов. Из последних новинок мы в этом году запустили сервис риски бизнеса, который дает возможность на основе широкого набора параметров сформировать рейтинг подрядчика внутри проекта и рейтинг подрядчика, который позволяет дальше оценить его уровень работы на проектах компаний. Еще одна новая услуга, которую мы тоже запустили масштабно в этом году, это трансграничное банковское сопровождение. Это наш эксклюзив. Такого продукта нет ни в одном банке. Этот сервис позволяет получить то же качество банковского сопровождения, тот же уровень сервисов, даже при проектах, которые реализуются на территории иностранного государства. Все эти сервисы, собственно, разработка Газпромбанка, они объединены в единую гибкую экосистему и связаны между собой, для того, чтобы заказчик, беря банковское сопровождение, мог эффективно управлять тем проектом, который он на него поставил. Сейчас у нас в разработке мобильное приложение для наших клиентов по банковскому сопровождению. В ближайшей перспективе обогащение финансовых данных, которые уже есть в системе, информация о физических объемах работ, о движении материалов в проекте, тоже в режиме онлайн, и целый ряд нефинансовых сервисов и инструментов. Олег Пласич, Вы сказали о загранице, то есть банковское сопровождение используется где-то кроме России, где Вы работаете? Да, мы реализуем проекты в Сербии, Белоруссии, готовы к реализации проектов в Азербайджане, в Болгарии у нас есть проект. С удивлением даже для себя мы думали, что это чисто российская история, но нет, оказывается, что технология с небольшими доработками и адаптацией под местное законодательство может работать на территории любого государства, и мы сегодня к этому готовы, и у нас есть практическое внедрение этой технологии в проектах на территории других государств, и это очень большое преимущество сегодня для российских предприятий, которые реализуют проекты за пределами Российской Федерации. Они могут также в онлайн-режиме следить за тем, что происходит с деньгами, которые они инвестировали в проект, и не отходя от своего рабочего места. А вот интересно, в Болгарии, то есть, кто заказчик этих услуг? Это Лукоил, компания Лукоил? Нет, это не компания Лукоил, это проект по строительству трубопровода. Заказчиком является консорциум компаний, которые выиграли тендер на строительство трубопровода. Ясно. Олег Васильевич, я знаю, что некоторое время назад вы работали на тем, чтобы банковская гарантия, банковское сопровождение заменяло банковскую гарантию. То есть, вы сможете это как-то прокомментировать? Да, конечно. Ну, мне нельзя сказать, что мы прям целенаправленно над этим работаем. Просто, на мой взгляд, классические инструменты снижения рисков, в том числе банковская гарантия, изжили себя уже. Нельзя взять банковскую гарантию, положить ее в сейф и спокойно ждать и надеяться, что проект будет реализован в срок, с нужным качеством и в том бюджете, который был запланирован. От заказчика сегодня требуется глубокая погруженность в проект, глубокая, ежедневная. И здесь важно, что банк при банковском сопровождении дает такую возможность. При этом, беря основную массу трудозатрат на себя, больший объем работы мы делаем сами. И сегодня мы видим, как наши корпоративные заказчики, прежде всего, а местами и государственные заказчики тоже, заменяют банковскую гарантию банковским сопровождением. То есть, делают выбор в пользу сопровождения. И, на мой взгляд, лишь вопрос времени, когда рынок заменит банковскую гарантию новыми инструментами снижения рисков, будь то классическое сопровождение или сопровождение с какими-то инструментами аналитическими, с формированием рейтинга подрядчиков. Сегодня банковская гарантия требует, этот инструмент снижения риска требует модернизации и, мне кажется, не очень эффективен. И, в том числе, в силу того, что формирует дополнительную стоимость для проекта и реально не снижает риски. Олег Васильевич, а были ли случаи, когда поставщики, подрядчики все-таки обманывали или пытались обмануть банковское сопровождение? Ну, нет ничего идеального, но вот прямо так, чтобы обмануть нас, мы за шесть лет не встречали таких случаев, что прямо кто-то пытался сознательно обмануть нас или заказчика. Ведь когда заказчик все видит, подрядчик все понимает. Подрядчик понимает, что заказчик все видит. И это само по себе дисциплинирует. И если это нормальный подрядчик, то он не будет пытаться, который заинтересован в том, чтобы выполнить свои обязательства по договору подряда или по договору генерального подряда, он не будет пытаться никого обмануть. Он заинтересован в том, чтобы быстрее выполнить свои обязательства. И ему не надо обманывать никого. Ведь он хочет дальше продолжать работать в отрасли. Мы, наверное, можно обмануть систему, но мы не видели за 6 лет ни разу, кто бы системно целенаправленно пытался этим заниматься. Мы сталкиваемся регулярно, когда подрядчики нам говорят, мы не хотим банковского сопровождения, мы не хотим прозрачность, это коммерческая тайна и так далее. Но, во-первых, мы банк, мы ограничены законом о банковской тайне, и мы не сообщаем направо-налево ту информацию, которую получаем при банковском сопровождении. Заказчик тоже никому ничего не сообщает, он заинтересован в том, чтобы проект был реализован в срок качественно и в том бюджете, который он на него выделил. И здесь просто смысла нет. Смысла нет обманывать систему, если ты заинтересован в том, чтобы проект был реализован вовремя. А вот такой вопрос. А какая у вас ответственность? Есть у вас ответственность перед банком? Да, конечно, ответственность есть. У нас ответственность за сроки проведения операции и за целевое использование. То есть, если мы провели платеж, который является нецелевым, то банк отвечает перед заказчиком услуги за этот нецелевой платеж в размере нецелевого платежа. У нас есть ответственность, конечно. Ясно. Часто ли компании повторно обращаются за услугой банковского сопровождения, используются в новых проектах? Очень часто. Воспользовавшись услугой банковского сопровождения один раз, изменив внутренние процессы работы компании, изменив принципы работы с кооперацией, оценив преимущества новой системы контроля, наши заказчики не хотят от нее отказываться и хотят продолжать дальше реализовывать проекты с банковским сопровождением. Мы таких примеров увидим очень часто. Более того, бывает так, это нас очень радует, бывает так, когда государственный заказчик пришел, заказал банк сопровождения, проект реализован, и там был генеральный подрядчик, который приходит потом к нам и говорит, а вот у меня есть еще контракты, пожалуйста, давайте сопроводим, потому что мне понравилось, я вижу, что происходит. Я много нового узнал о своей кооперации, и я хочу использовать этот инструмент дальше. Олег Владимирович, а все-таки стоимость Вашей услуги, то есть сколько, скажем так, это? Ну, она часто символическая, то есть у нас в большинстве договоров стоимость самой услуги тысячи рублей, и здесь нет никакого секрета, почему это так. Ведь в наших проектах, в подавляющем большинстве случаев, генеральный подрядчик и кооперация не размещаются в депозиты и на нестяжаемые остатки. Таким образом, банк получает бесплатные пассивы, получает клиентов, с которыми можно работать и которым можно продавать весь спектр продуктов банка, таким образом формируя доход, который позволяет не брать дополнительную стоимость за саму услугу банковского сопровождения. В случае с государственными заказчиками банк сопровождения вообще бесплатно в силу или законодательства, или нормативных актов соответствующих. Но всегда платное будет разграниченное банк сопровождения, потому что здесь деньги находятся на счетах банков-партнеров за рубежом, и здесь у нас другая межбанковская платформа, которая требует затрат определенных. И трансграничное банк сопровождения платное, а банк сопровождения внутри Российской Федерации, которое делал Госпромбанк, оно практически бесплатно. Спасибо, Олег Васильевич. Мы собрались фактически под конец года с этим интервью. То есть интересная динамика. Этот год для всех был такой непростой. Вот как в случае с тренингом банковского сопровождения? Вы потеряли клиентов или остались на том же уровне, что вам 2020 год принес? Рынок банковского сопровождения растет и будет продолжать расти. По нашей оценке, этот рост будет измеряться в разы ежегодно. И в этом году мы тоже росли, причем по всем нашим направлениям. И начав работать в «Газпроме» масштабно, мы начали с этого года сопровождать инвестиционную программу группы «Газпром». Мы также выросли и во всех остальных наших направлениях. У нас появились новые большие контракты в топливно-энергетическом комплексе, не в «Газпроме». У нас появились крупные концессионные проекты, реализация которых или уже началась, или начнется в ближайшее время. У нас появились ряд новых субъектов Российской Федерации, которые пришли к нам на сопровождение по своим государственным контрактам. У нас активно начали сопровождаться фонды капитального ремонта многоквартирных домов. Мы росли в этом году по всем нашим направлениям и совсем не заметили пандемии и кризиса, который был. То есть, панк сопровождение востребовано, что заставляет нас улучшать и модернизировать нашу технологию, добавлять в систему новые сервисы, и не финансовые в том числе, для того, чтобы предоставить рынку максимально технологичный, новейший, цифровой и современный инструмент. Олег Васильевич, мы знаем, что банковское сопровождение начиналось все-таки с госконтрактов, с госкорпораций и так далее. Вот сейчас динамика, то есть это же точно так же происходит, да, это все-таки компании с госучастями или частные компании тоже пользуются? И так, и так. Ну и государство продолжает, в силу нормативных актов, продолжает заниматься банковским сопровождением и контролировать свои закупки. Ну и когда мы внедряли инструмент, действительно, он же был разработан для государства. Когда мы внедряли этот инструмент, мы с удивлением узнали, что он востребован и нашими корпоративными клиентами, которые заинтересованы в контроле за целевым использованием средств по тем проектам, которые они реализовывают в рамках своих инвестиционных программ. И дальше уже они стали диктовать моду, стали ставить перед нами задачи, которые мы реализовывали внутри сервиса, делая инструмент востребованным и полезным. Могли бы рассказать о нескольких историях успеха для наших зрителей? Если говорить о банковском сопровождении, то история успеха есть практически везде. Как мы уже говорили про запрос государства, и довольно быстро стало понятно, что появляется новый эффективный инструмент, гарантирующий прозрачность движения денежных средств при реализации государственных контрактов и инвестиционных проектов. И сегодня этот инструмент активно используется и государственными заказчиками, и не только. Он внедрен в нескольких компаниях, относящихся к лидерам рынка в своих отраслях, причем и на уровне корпоративной нормативной базы, и точечно на уровне крупных проектов, которые эти компании реализуют сегодня. Я думаю, что мы только начинаем понимать истинные возможности банковского сопровождения, и в ближайшие годы рынок получит принципиально новый, современный, технологичный, инструмент свяжения рисков. Спасибо большое. Хорошо, когда внедрением подобного инструмента руководит специалист, понимающий проблемы энергетики, проблемы строителей. Уважаемые зрители, спасибо за ваши звонки и письма на ТЭК-ТВ. Направляйте вопросы по сегодняшнему эфиру. Мы следим за процессом внедрения банковского инструмента, поэтому на следующей передаче представители Газпромбанка обязательно на них ответят. Выражаю уверенность, что в 2021 году механизм банковского сопровождения контрактов будет еще более активно внедряться в отечественном ТЭК. Наша передача завершена. Всем успехов, благополучия и, конечно, крепкого здоровья. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!